Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы смотрим с вами Иоганна Себастьяна Баха «Сьюита для виолончели номер один, но для фортепиано». Это прекрасная музыка, которую я решила позаимствовать у виолончели и сделать инструментовку или переложение для фортепиано. Значит, что мы должны знать об этом произведении? Вообще «Сьюита» — это такой мини-цикл из танцевальных песен. Он включал в себя старинные песни «Алеманда», «Куранда», «Жига». И вот именно первая, мы берем первую часть, и мы с вами посмотрим, так сказать, вот эту знаменитую мелодию. Да, мы будем играть ее в низком диапазоне, вот здесь вот. Потому что именно виолончельный диапазон именно написан вот в этой октаве. И, значит, правая рука и левая у нас в басовом ключе. Прекрасная возможность подучить лучше басовый ключ. Ну, не стоит его пугаться, я вам расскажу в маленькой лайфхаке, как быстро выучить басовый ключ и как в нем ориентироваться. Ну, а пока я вам играю целиком всю песню, и потом приступим к разбору. Музыка. 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 Так, если вам показалось, что это слишком быстро и вы не сможете это сыграть, то я вас уверяю в том, что это довольно-таки несложные нотки. Поэтому, если вы посидите и попробуете вникнуть в суть и разобраться, они довольно-таки просты. Ну что, давайте посмотрим. В самом начале стоит знак Фа диез. Итак, мы видим, что он расположен на четвертой линейке, и это нота Фа. Кстати, это будет наша первая отправная точка. Фа диез находится на четвертой линейке. Если мы посмотрим на басовый ключ, и вот он начинается с такой точки и потом раскручивается. Этот ключ, кстати, иногда называют ключом Фа, потому что он именно крепится на этой строчке. И даже если дорисовать второе как бы зеркальное отражение, то получится буквочка Ф. Так мы можем запомнить, что вот эта вот четвертая линейка – это нота Фа. В данном случае у нас будет Фа диез. Дальше, какая у нас еще будет ориентировочная нота – это нота… Ну давайте возьмем нота До. Нота До находится между второй и третьей линейкой. Вот она находится здесь. Итак, начинаем мы. Такой интересный момент о том, что у нас руки никогда не будут одновременно нажимать ноты, кроме самой последней. У нас всегда будет такая волна. Правая будет менять лево и наоборот. Поэтому мы будем вот так вот и разучивать сразу же две руки, потому что они будут у нас всегда идти такой волной. Как мы определяемся? Значит, вот я сижу по центру. Вот это у меня центр клавиатуры. Мы смещаемся вот сюда в этот диапазон и будем здесь играть. Можете даже стульчик пододвинуть, чтобы вам было удобнее и ваше тело не перекашивалось. Итак, начинаем мы с нотки Соль в этой октаве. Значит, смотрите, у нас идет такое повторение по аккордам Соль мажора. Вот если мы нажмем аккорд, он звучит благоразвучно. Это Соль мажор. И у нас идет такое разыгрывание. То есть у нас Си, Ре, Си, Ре. Вот такое вот. Можете поиграть несколько раз. Ра, 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 Ра. Чтобы вникнуть и вот ваши пальчики привыкли к вот этому вот движению. Дальше. Второй такт. Повторение. Дальше. Третий такт. Немножко изменения. Вот эти вот две нотки, они смещаются наверх. Нота Соль остается. То есть у нас было вот так вот. Третий такт будет вот так вот. И повторяем его же. Дальше. Вот были у нас вот такие ноты. Теперь мы нажимаем вот такие ноты. Фадис. Ми смещается на фадис. А все остальное остается на месте. И повторяем даже так. Дальше. Как идет смещение. Фадис идет на соль. А то идет на си. И получается так. Ну что, давайте подытожим. Значит, было так. Потом следующая фигура. Следующая фигура. И если сыграть быстро. Дальше. Дальше. И так. Дальше. Идем. Что у нас получается? В левой руке. Вот. Фа. Диес. И мы смещаемся. Дальше. Дальше. Тут уже у нас нет особой такой закономерности. И мы постараемся выучить это больше так вот наизусть и заучить. Давайте еще раз. Дальше маленький момент, который повторяется. Маленький кусочек, и уже мы прошли большую половину пути, и нам осталось совсем ничего. Играем дальше. И дальше вот эти нотки, ре, фа, диас, я нажимаю правой рукой, потому что мне удобнее это нажать. Чтобы левая рука потом спокойно нажала спину к ту ми. Конечно, мы можем сыграть так. И потом тянутся кнопки ми. Мне неудобно, поэтому я отдала вот эти нотки в правую руку. И повторяем. И концовочка. Так, вот, хорошо, получилось у нас. Значит, что мы здесь делаем? Я играла без педали. Вы можете, ну хотя, нет, давайте лучше без педали играть, потому что иначе она рискует превратиться в кашу. Итак, вот мы разобрали эту сюиту. Можете играть ее в более быстром темпе, можете играть в более спокойном. Посмотрите интерпретации, как играют другие, и выберите для себя максимально комфортный темп. Если вы хотите научиться читать ноты с листа так же просто, как и любой текст, записывайтесь ко мне на занятия по фортепиано, и мы будем с вами изучать прекрасные ноты, прекрасное произведение. Баха, Цоя, Меладзе, Чайковского. Все на ваш вкус. Ну а мы встретимся с вами в следующих видео. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok